Умный робот по имени Стэд знает, что ему нужно на ленте. Сейчас он запрограммирован на цветные пластиковые бутылки. Своим компьютерным зрением вычленяет нужное. Работает усердно. Сортирует 50-60 килограмм в час. Это чудо техники российского производства стоит на участке предварительной сортировки в комплексе по переработке отходов «РТ-Инвест». Это позволяет, во-первых, пробовать инновационные технологии. На сегодняшний день это все-таки важно. Область по переработке отходов не стоит на месте. Крайне важно то, что эти технологии разработаны русскими организациями. Это позволяет развивать опыт России в этом направлении, позволяет увеличить выборку пластиковой бутылки. Этот робот работает в связке с другим своим товарищем, который именуется оптическим сепаратором с пневмообстрелом. Робот за 7 часов способен собрать 130 килограмм. Они похожи. Только один выдувает, другой присасывает. Пока идет тестирование, обкатка экономической модели. Ошибки могут быть, да? Сейчас, так как он сканирует поток и определяет местоположение. Если чуть-чуть сдвинется бутылка, то, конечно, робот может промахнуться. То есть, многое зависит. Здесь робот тоже. Местоположение чуть-чуть не так. Или, допустим, очень сжатая бутылка, да? То есть, острый угол. То есть, ну, мы также пробуем различные присоски, попробуем, чтобы максимально собирать. Его продуктивность выше, чем у человека. Робот может облегчить труд людей, а они будут переведены на более квалифицированную работу, контролировать за ним выборку. Преимущество робота в том, что роботы не устают. Роботы не теряют свою интенсивность в течение дня. То есть, человеку все-таки тяжело 8 часов работать с одинаковой интенсивностью. Утром он работает лучше, к вечеру человек все равно уже устает. Исключаются ошибки. Человек может случайно взять не того цвета бутылку и бросить ее темное в светлое. А это уже засор. Это неправильно. Ну и в целом робот позволяет наращивать интенсивность. Сортировка на комплексе по переработке отходов устроена так. Вначале отходы поступают в разрыватели пакетов. Далее мусор идет на сортировку, где отбирается стекло, крупногабаритные отходы, затем роторные сепараторы отсеивают мелкую фракцию на компостирование. Далее оптические сепараторы определяют пригодное к сортировке сырье. Отделяют пластик, пэт-бутылку, картон, алюминиевые банки. Далее идут сепараторы, которые отделяют плоскую фракцию от объемной. И уже из оставшейся массы роботы сортируют то, что задано в программе. Вот сюда попадают уже отсортированные отходы не только роботам, но и людьми. Робот пока настроен только на цветные пэт-бутылки. А после это все прессуется и уже отправляется покупателям. Сортируют то, на что есть спрос у производителей. Порядка 30 различных видов вторичного сырья отбирают на КПО «Север». Этот мусор из ближайших округов. Дмитров, Талдом, Сергей Впосад и наш Пушкинский. После завершения тестового периода роботов установят на всех четырех комплексах по переработке отходов компании «РТ-Инвест». Анастасия Спирина, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Пушкинское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова